Ой, дружище, это все просто. Ну, атака была у нас. Большая атака. То есть, видимо, не понравились мои эфиры нашим сопредельным товарищам. Ну, и кто там в Украине, я их Ждуны называю. Была большая серьезная атака. Пришлось закрыть двери и чата, и монастыря, грубо говоря, основного канала. А поскольку ты уходишь с основного, ну, с паблика в private, тут же враги, тут же ловят твое имя, которое было, выставляют его на продажу. И когда ты возвращаешься обратно в паблик, тебе нужно выбирать другое имя. Ну, выбрал другое имя, господи. Все как было. То есть, все, кто были на борту лайнера, даже не заметили этой турбулентности. Собственно говоря, наверное, в этом и заключалась суть. Дело в том, что обложка тайма, она же была... Ну, дух Украины, да. Но только надо было как-то визуализировать. Ну, как ты его визуализируешь? Там джином из бутылки или как? Ну, дух Украины. Визуализировали это Зеленским. Ну, то есть, дух Украины – это вот Зеленский, да. Понятно, что это несколько было, ну, как по мне, то преувеличено, потому что духом Украины не может быть конкретный человек, кем бы он ни был, да. Даже если это сам Тарас Григорович Шевченко, например, или там, не знаю, товарищ Бандера или кто-нибудь еще, понимаешь? Духом Украины не может быть. Дух Украины – это что-то невизуальное, да. Но Тайм в силу политики, я так понимаю, решила приравнять дух Украины к Зеленскому и выставить это на обложку. В результате, поскольку обложка сменилась, то есть другого варианта, кроме как, ну, если уже так хотел, пнуть в предыдущую обложку и поставить новую, где во главе угла Трамп, ну, другого варианта не было. Поэтому одни в этом увидят, что есть пинок лично Зеленского, а другие увидят, что есть пинок адженды, да, ну, то есть порядка дня, то есть, ну, новых пунктов, да, что во главе угла теперь. Каждый увидит свое и гадать, что там было на самом деле, что в голове, я думаю, что правы будут и те, и другие. Это же та же самая схема. Когда 150 тысяч алжирцев ждут, когда же они станут украинцами, потому что поскольку не сразу, то есть это лет, там, ну, сколько там по законодательству им ждать, будучи алжирцами и востребованы рабочей силой, они могут приехать в Украину и занять самые лучшие позиции, потому что они не подлежат чему? ТЦК. Получается, украинцев спаковать и на фронт, на восток, а товарищи алжирцы, как свободные люди, могут нормально работать на экономику Украины. Правильно я понимаю, да? Та же фигня происходит с вот этим замещением. То есть речь идет совершенно не о миротворческом контингенте. Назвать-то ты можешь его как хочешь. Ну, фильм «Интервенцию» посмотрите, я вам советую. Чем закончился 1922-й, ты знаешь, да? Да все знают. Так родилась УССР. И куда ушла Антанта, ты тоже знаешь, да? Я все это понимаю. Я тебе сразу говорил, что они не угомонятся, пока не решится вопрос юга. Ну, блин, ну это ж не надо быть мега-стратегом. Я не военный эксперт, я не знаю, честно, не слежу за тем, что там на фронте. Но я тебе могу сказать следующее, что если без подготовки немотивированных людей, вполне возможно даже непригодных, против их воли, отлавливать на улице и отправлять на фронт, ну, подготовка это полгода, а все, что меньше, это не подготовка, то это будет называться не войском, будет называться ополчением. Любое ополчение, оно всегда проигрывает регулярные армии. Ну, это же, блин, базовый учебник, понимаешь? Не хочу военные темы обсуждать, потому что я вне. Ну, мне это напоминает, знаешь, это Лиса Подривянская. Итоги под видео. Ну, батька, матерь, да, Герба национального, да, вот сюда смерть, разруха, понимаешь? То есть, ну, Лиса Подривянская, ну, мы-то смеяли студенческие годы с этого всего. Ну, кто ж думал, что это будет воцаряться, понимаешь, вот так вот, объективно. Ну, я тебе честно скажу, мы пытаемся все переложить на свой хлопский розум, ну, такой сельский даже в чем-то розум. И это неправильно. Дело в том, что нужно понимать Америку и масштабы ее. Не будет Трамп вмешиваться куда-то лично, кого-то откуда-то выгнать, какие инструменты для этого есть и так далее. То есть, это все… Я понимаю, что очень многие хотели бы изменить власть. Ну, хотели бы другую власть, устали от этого. И все это, понимая, это нормальный процесс. Ну, не должна, знаешь, как вот, не должна злость и ненависть застилать глаза. Ну, надо чуть-чуть рационально мыслить, понимать, что будет, как будет, какие реальные возможности. Мы уже один раз по себе тебе скажем. Я уже один раз кричал, что я что угодно, только не Порошенко. Ну, я уже это дело проходил. Я точно так же помню, как кричали, что угодно, только не Янукович. Но каждый раз одни и те же грабли, Господи Боже. Я поэтому, знаешь, решайте сами, что тебе сказать. Это, знаешь, у Макиавелли. Кто не хочет, пусть откроет сейчас в гугле Макиавелли и введет ключевую фразу, что народ, значит, каждый ну, там как-то по-другому оно звучит, но каждый раз народ, значит, с радостью приветствует нового, значит, там, правителя. Только он не понимает, что новый правитель для того, чтобы прийти, должен где-то взять кучу денег, кому-то быть должен. И когда приходит новый правитель, он деньги выжимает с этих же посполитых, к которым он пришел. Ну, и те потом начинают ностальгировать по-старому. А потом новые еще, новые и так далее. Это вечный процесс еще со времен Никола Макиавелли. Не вижу никакой проблемы в том, что одна часть была в Австро-Венгерской, вторая была в Российской, третья была в Османской, не вижу никакой проблемы в том, что это было в прошлом. Но в 91-м году все мы, украинцы, сказали, что мы хотим видеть новую Украину в границе 91-го года. Никакой проблемы. Вообще. Наоборот. Размагите – это сила. Это сила. Но нам нужно было мыслить как империя. И многие начинают уже понимать, о чем я говорю. Мы же так смеялись на доме. Ну что, где ты видел, украина, империя, о, садок Ушневый, а тут он с империей у нас. Я говорю о способе мышления. То есть, если у тебя три историко-религиозно-ментальных, иногда даже этнических, глобальных части, то столица должна быть империей. То есть, это получается, как ты должен балансировать эти три части. То есть, ты должен принимать что-то оттуда, что-то оттуда, следить за тем, чтобы это уважалось везде. То есть, это имперское мышление. То есть, престол в Киеве должен был для себя, не для того, чтобы куда-то там выходить. Просто в границах 91-го года психология престола в Киеве должна была быть имперской. Внутри. А как только мы стали хуторянской и начали этот «я свой хутор натяну, мое видение, значит, на весь глобус Украины, а я свой, а я свой, еще давай подеремся за это все». В результате и хутора порвали, и глобус поломали, еще и морды побили друг другу, ну. Продолжение следует...